Понятное дело, бесплатный сыр у нас бывает где? Правильно, в мышеловке. Вот многие, скорее всего, скажут, а зачем такое делать в Sims 4? Это же симулятор жизни. Но она хорошо монетизирует другие игры. Здорово, ребятишки, с вами как всегда Плюй, и это Sims 5. В сегодняшнем выпуске мне бы хотелось пробежаться по всем событиям, которые случались не только в сообществе, но и в самой игре. Ну а перед этим делом предлагаю вам заварить чаёк, подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании, и если вы готовы, то я могу приступать. Хочу начать с того обсуждения, как мы чуть ли не потеряли купленные дополнения в Sims 4 из-за ошибки, которые допустили Electronic Arts. Дело произошло 22 мая. На тот момент я находился на работе, и мне пишет коллега с информацией, что купленный контент в Epic Games Store был удалён из приложения EA App. На самом деле, я тогда не придал этому значения, думаю, ну, бывают разные ошибки, но когда я потом углубился в эту информацию, если честно, я был в замешательстве. Как сообщили тогда EA Help, это случился всемирный сбой, при котором игроки со всего мира потеряли доступ к играм Electronic Arts, которые были приобретены в лаунчере Epic Games и Steam. Спустя пару часов компании удалось решить данную проблему. На тот момент мне многие начали писать с тем, что мой контент удалён, что делать, куда писать и тому подобное. Я такой, типа, ребят, я не знаю, что делать, напишите техподдержку Electronic Arts, потому что только они могут дать развернутый ответ. Естественно, они давали очень странные формулировки, типа, почистите кэш, почистите то, удалите это. И на тот период даже русская техподдержка, которая, я так понимаю, работает из Польши, она перекидывала на английскую, потому что они тоже не понимали, в чём проблема, типа, решайте через них. Те тоже, как бы, знаете, расплывчатые такие всякие формулировки давали, и никто не понимал, что происходит после того, как, ну, и, собственно, потом оповестил аккаунт Help, что вот такой вот всемирный сбой произошёл. Если честно, это было очень странное чувство, что ты вот заносишь денежку Electronic Arts, а потом у тебя сбирают контент. И если бы они нам его не вернули, я не представляю, что было бы. Наверное, был бы жёсткий бум. Потому что, ну, правда, мне было боязно за это, я очень сильно нервничал, потому что мне нужно было делать сравнение пиццы. Каталог кулинарной страсти у меня купен в Epic Game Store, и скачать ради этого нелегальные версии игр я не хотел. Поэтому, естественно, у меня была злость, но, слава богу, всё это решилось, и, блин, надеюсь, что такой ситуации больше не повторится. А напишите мне в комментарии, коснулись ли вас эта проблема и как вы её переживали. Затем, на следующий день, 23 мая, команда Sims опубликовала сообщение, в котором они поделились планами по оптимизации игры и решению крупных ошибок в игре. Мы знаем, что технические проблемы Sims 4 со временем прервали ваш игровой процесс, и мы понимаем, что это вызвало у вас большое разочарование. Сегодня мы можем сообщить, что собрали команду, которая будет инвестировать в основной игровой процесс, включая решение ваших проблем. Эта недавно сформированная и сфокусированная команда означает, что мы сможем увеличить как количество исправлений, так и частоту отправки этих пакетных обновлений. Наш первый выпуск запланирован на следующий патч позднее в этом месяце, мая 2024 года. Остальные будут выходить примерно каждые два месяца. Подробности о выпуске этого месяца можно уйти в списке неотложных дел, который уже доступен в отделе новостей Sims 4. 28 мая вышло первое обновление, которое исправило несколько крупных ошибок, и как сообщает команда Sims 4, завезли оптимизацию и поддержку DirectX 11. Если вы вдруг не понимаете, то версия игры сейчас работает на DirectX 9. Это очень старая версия, ну как бы у нас технологии растут, уже DirectX 12 есть, уже Fortnite, другие игры на DirectX 12 работают. И вот разработчики наконец-таки переходят на новую версию DirectX 11. Ну как это часто бывает, тестовая версия DirectX 11 пока что недоступна в настройках самой игры. Но вы можете проследовать мой телеграм-канал, исследуя гайду, выполнить всю настройку, и у вас будет работать новая версия игры. Как сообщают пользователи моего телеграм-канала, участки вроде как начали грузиться гораздо быстрее, но частота кадров все равно проседает. Я тоже, кстати, это на себе заметил. А как обстоят дела, кстати, у вас? Напишите в комментариях, вы уже настроили игру. Единственное, что меня бесит, это то, что слетает Reshade, потому что Reshade стоит на DirectX 9, и нужно немножечко как бы поднапрячь свои извилины все настроить, чтобы у вас работал Reshade и на новой версии DirectX 11. Надеюсь, эти настройки помогут реально улучшить игру, потому что, ну, она очень сильно болеет. И знаете, вот такое ощущение, как будто все обновления, которые выходят в Synth 4, это просто вот пластыри, которые клеят, 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 но они постепенно отклеиваются, их дальше клеят. Потому что, ну, игра, правда, нуждается в глобальной переработке не только игровых багов, но и самой оптимизации. Впервые в Synth 4 появилось временное событие, которое напоминает нам популярную тему с сезонными пропусками в играх. В течение четырех недель необходимо заходить в игру и забирать каждый день подарок, чтобы он, естественно, у вас потом появился в самой игре. Дартс, многослойное ожерелье ночное небо, мини-холодильник и нанобак второй версии, компактный бар, прическа спокойствия, повседневная комфортная подушка, черта характера и без учения нет умения, торговый автомат и спортивный костюм. На самом деле, тут такая вот щепетильная тема, все бы ничего, но это перекраски объектов из базовой игры и платного контента, который приходил нам с дополнениями и каталогами, комплектами и так далее. Например, прическа из кошек и собак, автомат из старшей школы, спортивный костюм слеплен из нескольких наборов и тому подобное. Понятное дело, бесплатный сыр у нас бывает где? Правильно, в мышеловке. Но я готов оценить новую черту характера и перекраску нанобака, потому что черта характера это что-то новое, а вот нанобак прям вот нуждался в новых перекрасках, черный, коричневый, светлый, белый и так далее, потому что та палитра цветов, которая имеется, а она имеется только одна перекраска, понимаете, с базовой игры, одна. И на минуточку перекраску нанобака ждало сообщество на протяжении 10 лет, даже игра еще не вышла, а сообщество уже ожидало. Вот так вот, да, и вот мы получили. Честно, я очень рад, правда, я очень рад. Ну, как частенько это бывает, не обошлось и без проблем. У кого-то событие работает, у кого-то нет, но разработчики уже сообщили, что до 15 июня события получат все и у всех будет одинаковое количество времени для его выполнения. К слову, черту характера можно было выбрать на рандоме в касс, а предметы получить через фильтры игры. Тут я хотел бы сказать, что Максис, научитесь блокировать объекты, когда у вас происходит временное событие, потому что это очень странная штука, но они уже это исправили, они выпустили обновление и заблокировали в фильтрах, и на рандоме теперь черта не выпадает. Так что надеюсь, что Максис научены опытом и будут намного лучше блокировать объекты, потому что это очень странная была штука, то, что все объекты были доступны в режиме стройки и в редакторе можно было черту взять, ну да. А, еще, кстати, можно было вещи взять тоже. Ну и конечно же, мое любимое, это теории заговора, как же без этого? Мне кажется, это разогрев перед тем, как Electronic Arts ведет платные сезонные пропуска, и вон там, скорее всего, за денежку мы сможем получить совершенно новые объекты, а не, собственно, перекраски. Как это сейчас мы и, собственно, получаем в бесплатной версии сезонного пропуска. Вот многие, скорее всего, скажут, а зачем такое делать в Sims 4, это же симулятор жизни. Согласен, идея так себе, но она хорошо монетизирует другие игры. Лига Легенд, Фортнайт, Геншин, Апекс, ДБД, Овервотч и многие другие проекты уже используют эту схему монетизации контента. Пришло время внедрять и в симуляторы жизни. Правда, мне кажется, что это будет, как и, собственно, будет магазин с продажей какого-либо контента, может быть, от мододелов, креаторов, может быть, Electronic Arts будет что-то свое делать, как, например, был Sims 3 Store. Корзиночка-то в игре уже имеется? Имеется, значит, скорее всего, магазин скоро и запустится. Просто какие-то проблемы у них, они что-то решают и со временем это будет все открыто. И исходя из этого, мне кажется, что и сезонные пропуска будут тоже в платном формате. Просто нужно немножечко подождать. По итогу я бы сказал, что идея так себе, но если даже ее внедрят, я, честно, не удивлюсь. Ну и под конец мне бы хотелось потрещать на тему Instant Gaming. Это интернет-магазин, который у нас любит и славится сливать различные дополнения, которые еще не вышли для Sims 4, даже не анонсированные. Они уже собирают предзаказы на дополнение кокетливое, это романтическое, 16-ое. И появилась страница 17-го дополнения. Скорее всего, в этом году нас ждет два допа. Один, наверное, выйдет летом. Собственно, скоро, наверное, уже нас ждет анонс. А следующая выйдет, наверное, осенью. А Надюс в Иксе слил в час ночи информацию о будущем дополнении Стрелы Купидона для Sims 4, которая поступит в продажу 25-го июля, а предзаказ стартует 27-го июня. Из описания стало известно, что будут расширены романтические взаимодействия в кровати. Я, кстати, об этом уже говорил. Как, собственно, о приложении для знакомств. Город Аномарада включает три района и добавляет новое свойство участка. Место встреч одиночим. Будет новая карьера, вроде как навык и очередная динамика отношений. Читая данное описание, сложно определиться с наполненностью дополнения, так как все это тянет на игровой набор, не более. Но уже 27-го июня выйдет трейлер, и в следующем выпуске Sims 5 мы более подробно это обсудим. А пока предлагаю перейти в мой телеграм-канал и прочитать полное описание дополнения. А также можете поучаствовать в моем розыгрыше. Знаете, что я еще, кстати, подумал? Что в прошлом году, вот мы говорили, что было три допа, три. Но в финансовом отчете было два допа. Потому что финансовый отчет начался в апреле прошлого года. И завершился в этом году, в апреле. И получается, конные ранчи, сдается, были в одном финансовом отчете. Жизненный путь, он был в другом финансовом отчете. То есть, получается, у нас каждый год выходит по два дополнения. Так что, в принципе, вот вам состыковочка. Instant Gaming не раскрыл никакую информацию. Они знают столько же, сколько знаем и мы. Шестнадцатое дополнение, это кокетливое дополнение, которое выйдет уже, скорее всего, летом. И семнадцатое дополнение про страницы. Типа, семнадцатое дополнение. Все, типа, Expression Pack 17. Больше никакой информации нет. Так что, знаете, что в этом году выйдет два дополнения. Ну что, ребята, вы ждали Sims пятницу. Вот она появилась, новый фон. Надеюсь, вам все нравится. Я старался, делал все для вас. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свои замечательные пальцы вверх. Подписываться на мой канал, на мой Телеграм, на мой Бусти. Всем спонсорам огромное спасибо. Я очень рад для вас делать контент. Я больше не работаю, я делаю только контент на YouTube. Так что, с возвращением меня на YouTube. И всем огромное спасибо еще раз. Увидимся в другом, весьма интересном ролике на канале. Всем покедово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok